Нобелевская премия 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 А вот кто-нибудь, может быть, знает историю создания Нобелевской премии? Почему она появилась? Да, совершенно верно. Совершенно верно. В 1888 году умирает его брат. И по ошибке в некрологии была фотография не Людвига Нобеля, а Альфреда Нобеля. И получается, что он был погребен заживо, и он прочитал о себе большое количество некрологов. И когда он прочитал, он, конечно, был не совсем удовлетворен тем, что он там прочитал, потому что его обвиняли в том, что он является торговцем смертью, потому что в конце 80-х он купил один из самых больших заводов по производству оружия, хотя при этом он был пацифистом. Здесь вот такой небольшой парадокс, но тем не менее. И, соответственно, он оставляет завещание, которое было составлено за год до смерти, в котором проценты от его доходов, то есть от рента, от работы заводов, он предполагал разделить между пятью, не только науками, то есть химия, физика, медицина. Дальше премия Нобелевская по литературе и премия мира. То есть вот, наверное, как раз, чтобы его запомнили не изобретателем динамита, а все-таки, так скажем, борцом за этот самый мир. Теперь в этом же завещании он... И к завещанию, кстати, я еще вернусь. Он обозначил критерии отбора лауреатов. Значит, нас интересуют пункты, ну, второй, третий, четвертый, да? Принес наибольшую пользу человечеству, создавшему наиболее значительное литературное произведение. И вот четвертый пункт, начало, оно самое принципиальное. Идеалистической направленности. И вот в этой самой формулировке... То есть, соответственно, он завещание написал, и, собственно, когда он уже по-настоящему умер, да, его душеприкладчики, ну, были не совсем... Ну, были в недоумении, потому что, собственно, как-то это надо было все... И самое главное, чтобы как-то его последнюю волю исполнить. Но к этому я еще вернусь. Значит, дальше. Здесь вот, ну, тоже информация, которая нам немножко пригодится. Кто мог, я не буду сейчас это зачитывать, потому что это у нас все есть, да? Так, дальше. Следующий у меня вопрос к интерактиву. Возвращаемся. А кто из, так скажем, писателей и поэтов, которые создавали свои произведения на русском языке, ну, в том числе на русском, так скажем, получили Нобелевский премиатур? Бунин? Нет. Шолохов, Пастернаков? Брот. И еще в 15-м году Алексеевич, совершенно верно. То есть вот. Вот они. Но я сразу оговорю, что Лев Толстой был не единственным из писателей и поэтов, которые были номинированы, но в итоге не получили. Есть такой замечательный сайт, называется nobeliprise.org, и там, то есть по правилу, рассекречиваются имена спустя 50 лет после вручения премии. То есть сейчас 18-й год, отнимаем 50, это получается 68-й, но 68-й там нет. Ну, может быть, связи с тем, что в 18-м году, в принципе, как-то мы без Нобелевской премии по литературе оказались. 67-го там тоже нет, а вот 66-го доступ открыт. И вот давайте посмотрим, кто мог бы получить, но по разным причинам, здесь мы не будем анализировать, не получили. Здесь только голый факт. Значит, Анна Ахматова. То есть посмотрите, да, здесь я просто обращу внимание, хотя здесь написано 5, да, но здесь два года 65-е, то есть дважды в 65-м, то есть два номинатора из тех, кто мог номинировать, назвали фамилию Ахматова в 65-м году, и трое номинаторов назвали Анну Ахматова в 66-м году. Имена номинаторов также даны. Дальше. Евтушенко однажды в 63-м году, Максим Горький. Набоков, вот, да, как бы говорили, его номинировали, но он не получил. Ну и Мережковский. Посмотрите, он 10 раз, причем с 30-го по 37-й каждый год, товарищ Сигурда Агрил его номинировал. Ну и переходим к Леву Толстому. Значит, у нас цифра следующая. То есть он был предложен 19 раз. 902-й, 903-й, 904-й, 905-й, 906-й. Это по литературе. Но посмотрите, в 901-м, 902-м и 909-м он выдвигался на Нобелевскую премию мира. Но, значит, пойдем по порядку. С 901-го года. 901-й год – это был год, когда впервые была Нобелевская премия присуждена. Ее получил французский поэт Сюльни Прюдом. Значит, ну, на самом деле, вот этот... Да, мы посмотрели, что в 901-м году Толстой номинирован не был. И, собственно, общественность, европейская, даже мировая, она была очень мощно обескуражена. Потому что на тот момент, ну, на начало 20-го века в мире, даже ни в стране, ни в Европе не было писателя более влиятельного, более важного. А вот автор стихотворения, эпических поэм «Благо и мудрость» Сюльни Прюдом, я имею в виду, он и тогда был не совсем, так скажем, известным и популярным. Ну, а сейчас его имя, ну, практически забыто даже, даже в самой Франции. Почему он? Какие есть факты? Какие есть предположения, по крайней мере? Значит, первое. Я вам сказал, что я еще вернусь к завещанию. И в начале, ну, если назвать дату конкретную, в 2011 году постоянный секретарь шведской академии, филолог Сторе Ален, получил разрешение академиков исследовать текст завещания под микроскопом. Он тщательно рассмотрел этот лист и обнаружил следующее. Помните, там я акцентировал момент на слове «идеалистическая направленность» произведения. Изначально, изначально Нобель написал слово «идеализирующий», но потом он это слово зачеркнул, ну, стер, не просто зачеркнул, все-таки это было завещание, официальный документ. И после этого он написал, вписал «идеалистический». Ну, как мы понимаем, разница между словом «идеализирующий» и «идеалистический» все-таки есть. То есть получается, что изначально, по мнению Нобеля, по его желанию, награды было достойно литературное произведение, которое идеализировало действительность. И, то есть, Нобель считал, что не нужно нагромождать книги какими-то проблемными, конфликтными вещами, а нужно писать о том, что, ну, способствует умиротворению какому-то, показывает мир в облагороженном, ну, в несколько приукрашенном свете. Вот. То есть это первый такой факт, который я просто привожу. Есть высказывания Карла Бирсона, относящиеся к этому же времени, к 1901 году, на вопрос, почему... Ну, вот, потому что я сейчас скажу, потому что был очень мощный резонанс. Карл Бирсон – это член Шведской академии, шведский поэт, критик. Ну, и, опять-таки, по информации, которая у меня была, да, которая есть в открытом доступе, он был, ну, одним из самых влиятельных членов жюри Нобелевской премии по литературе. И вот, собственно, он, Льва Толстого, также называл омужичившийся граф. И вот, собственно, он пишет, да, что этот писатель осудил все формы цивилизации, наставил взамен их принять примитивный образ жизни, отурный от всех установлений высокой культуры. Всякого, кто столкнется с такой костной жестокостью по отношению к любым формам цивилизации, одолеет сомнения, никто не станет следуализироваться с такими взглядами. То есть это было высказано в 1901 году. Я еще раз объясню, почему. Потому что очень большая группа шведских писателей и критиков, там была и Сельва Лагерлев, и Август Тринберг, написали адрес протест, который был отослан в том числе и Льву Толстому, в который, ну, который, я опять, ну, я не буду его зачитывать, да, я немножко сэкономлю время, и я просто покажу, да, что вы, то, что я выделил, он, значит, шведы обозначают его как глубокочтимого патриарха современной литературы, одного из тех могучих, одного из могучих проникновенных поэтов, но вместе с тем, посмотрите, сами себе, как бы оговаривают, хотя вы по личному суждению никогда не стремились к такого рода награде. То есть, знали в мире не только произведения Льва Толстого, но и его мировоззрение, его философские взгляды. И вот здесь еще я хотел отметить, то есть, у меня здесь нет, но в первоначальном варианте было высказывание Августа Стринберга очень гневное. Как раз-таки, вот посмотрите, пишут из тех могучих проникновенных поэтов. То есть, если мы с вами будем опять-таки подходить к этой фразе с современной точки зрения, как подходили, то получается, что Толстой-то поэтом как раз-таки и не был. Но в то время и в XIX веке под словом поэзия слово поэзия было синонимом в том числе и слова литература. То есть, вспоминаем, например, статью Билинского «Разделение поэзии народы и виды». И поэтому Стринберг писал, что они не смогли разобраться в этом слове поэзии и так далее. еще одно свидетельство, которое доказывает, что Лев Толстой действительно был признаваем во всем мире, принадлежит уже не шведскому, а датскому критику и поэту Георгу Брандесу. То есть, содержание одно и то же всех вот этих хвалебных вещей, что обязательно Леву Толстому необходимо просто было присуждать первую Нобелевскую премию. Лев Толстой в долгу не остался. И в ответ вот этой шведской группе художников он написал такое послание, месседж, как говорят, да, сейчас. Вот. Он здесь объясняет, ну, вот он, вот те объяснения, они могут послужить аргументом уже по следующему отказу. Во-первых, это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по ему убеждению могут приносить только зло. Да, то есть, в данном случае вот эта философия опрощения, да, мировоззрения, мировоззрения, которые, собственно, он проповедовал. Ну, а второе, вот это тоже такая, более комплиментарная часть в отношении шведских друзей, так мы их назовем, да. философия, да. То есть, но я еще раз говорю, что официально, официально, да, он номинирован не был. Это вот просто была такая ситуация, что кому давать, нежели толстому. Но официальных, я еще раз говорю, вещей пока не было. Значит, следующее выдвижение уже вполне официальное, как было показано на слайде, было в 1902 году. но опять-таки проанализировав факты, которые у нас имеются, здесь уже можно сказать о том, что не получение толстым Нобелевской премии в 1902 году сыграло, ну, назовем так, политикам. То есть, в те годы вел общественную борьбу за то, чтобы религиозным диссидентам в секте Малакан разрешили эмигрировать из России, из Российской империи в Канаду. И граф прилюдно пообещал, что если премию присудят ему, то, соответственно, все деньги, которые полагаются, сопутствуют этой премии, он потратит на обустройство быта беженцев. И вот в таком контексте безусловно присуждение премии Толстому носило уже такой политический характер, носило политическую окраску. И молокане были не только религиозными диссидентами, отличались не только тем, что они употребляли молоко в скоромный день, почему они так называются, но и, как многие сектанты, они отказывались идти в царскую армию, будучи пацифистами, за это и, собственно, за что они и попадали в тюрьму. Ну и, собственно, вторым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Теодор Манзен. Он является автором римской истории романа. на тот момент, то есть он, в 1902 году умер в 1903, роман написан не в начале XX века, а ближе к концу, поэтому тоже, ну и, опять-таки, большинство, наверное, присутствующих здесь это имя, в принципе, ну, ни о чем не говорит, да, хотя и он является Нобелевским лауреатом. Значит, следующая века, следующий этап это 1905 год. В это время, в этом году Лев Толстой пишет статью, которая называется «Великий грех». Ну, эта статья, она, опять-таки, уже достаточно подзабыта, она рассказывала о тяжелой доле русского крестьянства. Но еще она, почему может быть забыта еще и потому, что в этом труде Толстой в очень жесткой, категоричной форме аргументированный чрезвычайно убедительно высказывался против частной собственности на землю. и собственно в Академии наук, то есть это было таким, ну, каким-то катализатором, да, вышедшая статья, в Академии наук России решила, ну, пришла, у них появилась идея выдвинуть Лева Толстого на ИССК Нобелевской премии по литературе. Вот, значит, были, была написана в Нобелевский комитет соответствующая записка, она подписана ведущими академиками, и в ней давалась высокая оценка войне и миру, воскресенье, ну, и в заключении было высказано пожелание о том, чтобы Леву Толстому присудили Нобелевскую премию. Значит, эту записку 19 января 1906 года вместе с экземпляром Толстовского великого греха была отослана в Швецию. И, то есть, получается, что здесь уже действительно был, ну, так скажем, был, по крайней мере, шанс на то, что все-таки Лев Толстой Нобелевскую премию получат. Но об этом узнал сам Лев Николаевич. И он пишет своему знакомому финскому писателю либо Ярнифельду, либо Ярнифельду, здесь разная огласовка, может быть, письмо, в котором он пишет следующее. Здесь прошу разрешения, я прочитаю. Если бы это случилось, то есть, вручение, получение Нобелевской премии, мне было бы очень неприятно отказываться, а потому я очень прошу вас, если у вас есть, как я думаю, какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-либо из членов, может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы этого не делали. Прошу вас делать, что вы можете, к тому, чтобы они не назначили мне премии и не ставили меня в очень неприятное положение отказываться от нее. Вот его товарищ Арвет Ярнифельд. И, собственно, как мы понимаем, здесь, ну, то есть, получается, что сам Толстой понимал, что действительно процент получения был достаточно велик. и он пишет такое письмо, в финале которого, да, я еще раз верну, чтобы не ставили меня в очень неприятное положение отказываться от нее. То есть, здесь, опять-таки, мы можем возвратиться к тому, о чем он писал шведским друзьям, коллегам, о том, что те деньги, которые ему полагались, ну, как сейчас говорят, деньги зло. Да? Вот, то есть, действительно, вот этот момент тоже может быть. Ну, и здесь еще одно соображение, которое действительно может быть, ведь вы знаете, что каждый нобелевский лауреат, он обязательно должен прочитать нобелевскую лекцию, то есть, с какой-то речью. И совсем непонятно, да, что бы мог произнести Лев Николаевич Толстой на этой самой в этой самой нобелевской лекции, в этой самой нобелевской речи. И, наверное, какое-то опасение того, что Лев Толстой может сказать совсем не то, что нужно, что хотели бы слышать, наверное, какие-то были. И, соответственно, ну, вот, это тоже еще может быть один аргумент в пользу того, что Лев Толстой все-таки не был награжден на этой самой премии. Ну, и вот, собственно, в 1906 году премию получил еще, наверное, один не самый известный современному читателю, не только отечественному, но и зарубежному, итальянский поэт Джозуэ Кардуччи. В завершении я хотел бы сказать, что действительно Лев Толстой, он оказался таким, ну, то есть он еще вошел в историю Нобелевской премии тем, что он волей-неволей оказался первым отказником, то есть первый, кто от нее отказался. То есть отказы были абсолютно по разным причинам, да, то есть там, например, Сартер по политическим причинам, Пастернак, ну, и так далее. Но интересны были такие случаи, которые вроде бы человек уже получил, но по каким-то причинам он начал тоже давать, ну, если уж не задний ход, то, по крайней мере, показывать абсолютное равнодушие. И как бы уже завершая часть про Леве Толстом и увидев, что у меня осталось пять минут, я говорил, что мне была интересна сама история вручения, история жизни нобелевских лауреатов. То есть я хотел бы закончить небольшим рассказом об Фолкнере. Был такой, да? Значит, два интересных его высказывания. Значит, после того, как вручается Нобелевская премия, читается лекция, предполагается банкет с участием обязательно королей, короля особой и так далее. Значит, и когда Джон Кеннеди передал Фолкнеру, что его ждут на этот самый банкет, Фолкнер сказал, передайте им, что я слишком стар, чтобы ехать так далеко ради обеда с незнакомыми людьми. и еще одно такой пример, который показывает очень равнодушное и даже, может быть, пренебрежительное отношение к Нобелевской премии. Когда, значит, в 49-м году он отказывался ехать в Стокгольм, а премия вручается именно в Стокгольме, процитирую, он сказал, это слишком далеко, я фермер и не могу надолго отлучаться. Но его говорила дочь, ей очень хотелось побывать в Европе, но любимой дочери Фолкнер отказать не мог. Ну и последний тоже факт из его жизни, что в шведской столице писатель, конечно, появился, но он приобрел репутацию самого неразговорчивого из всех Нобелевских лауреатов. Он на всех обедах на пресс-конференциях всегда держался в тени, как можно меньше говорил, и даже Нобелевскую речь он прочитал так быстро и так невнятно, что многие из присутствующих на этой лекции смогли ознакомиться с ней только на следующий день из газет. Ну, у меня все, спасибо за внимание. Редактор субтитров